приветствую мы в перском районе рядом с цветным бульваром метро цветной бульвар и бульварного кольца и здесь проходит три колубовских переулок первый второй соответственно и вот они как раз примыкать к цветному бульвару вот и отличительной особенностью в общем-то переулков но при еще второго переулка является то что на нем находится здание главного управления мвд россии по городу москве именно по москве вот и поэтому даже часть второго повыска переулка она перекрыта для транзитного движения мобильного транспорта но поставим перел к можно передвигаться свободно но все равно так здание главного управления мвд они находятся неподалеку значит до 1022 года эти переулки назывались соответственно 1 знаменский 2 знаменский и соответственно 3 знаменский переулок по церкви знамени пристой богородицы которая находится рядом не читается она по первому колбовском переулку он ну а ты что двадцать втором году получили современное название все три переулка по находившись здесь 17 веке стрелецкой слободе полкани кифра колобова ну то есть сейчас это уже такое историческое название а вот ну а значит первый полковский переулок по сути дела можно сказать что и все в принципе три переулка они двухстороннее движение автомобильного транспорта плотное классе в каждом направлении просто я еще раз говорю что второй период он имеет примерно в середине там находится шланг-баум и по нему в принципе сквозного транзитного проезда нет именно в связи с тем что на нем расположены эти службы главного поле внутренних дел по городу москве ну надо сказать что они расположены довольно таком большом их довольно много они служб вашу порталь между средним каретным переулком и вот этим вторым колбовским переулком вот и далее там далее идет рядом улица вам идет большой тоже каретный переулок и вот между ними и практически до цветного бульвара доходит на чуть-чуть там за метро вот так что их довольно много но в том числе въезд наверно на территорию он находится со второго колбовского переулка ну самым главным объектом помимо конечно таких вот служб мвд по городу москве является конечно православный храм иконы божьей матери знамения за петровскими воротами собственно из-за чего переулки назывались раньше знаменскими переулками до 122 года и он числится по первому колбовском переулку номер один строение 2 хоть и в принципе числится при главном управлении воды по городу москве но вход него свободный для всех можно войти в любое время не домой на пути расходит построим было еще в конце 17 века корр с резкой слободе на деньги стрельцов у петровских ворот которые тогда в общем огранили были как границы города москвы и ну и их соответственно загорода московской области советской рим был закрыт сильно пострадал снова был открыт в 1907 году мы постепенно восстановлен частью уже полностью в стиле русский узор еще был построен стоит основного объема с тремя апсидами и пятьюглавыми трапезной и двухъярусной шатровой колокольни а вот на входом в трапезную интересно обратить внимание на оконные наличники карниз ширинками к окошники портала с парными колонками и арку с милькой под колокольни в интерьере сохранил живопись середина 19 века но есть накормляет сотрудников управления по городу москве ну и в общем некоторые другие тоже организации а помимо храма также на этом переулке находится несколько живых домов все они в общем-то от 4 до 9 этажей и 9 этажный только один дом подобным 15 366 года постройки но основном были построены довольно давно 4 4 этажный дом под номером 7 до 317 году был построен пятиэтажный по номеру 8 и что двадцать восьмом году трёхэтажный под номером 9 тоже до 317 года пятиэтажный под номером 10 строений начало двадцатого века, шестиэтажный под домом 14, это 2005 год постройки, девятиэтажный, я сказал, под домом 15 до 1966 года, четырехэтажный под домом 16 до 2017 года и шестиэтажный под домом 18 до 2000 году, то есть вот два дома современных, это шестиэтажные дома под домом 14 до 18 до 2000 года постройки, но остальные довольно старые. Ну идет сейчас строительство комплекса апартаментов Депреллофт, под домом 12, будут возведены 20 лофтов на месте трехэтажного особняка, который был возведен для винного дома Москвы, с верным магазином винным, ну и за этим домом располагались огромные винные подвалы, цех по розливу вин товарищества Депреллофт. Ну и кроме того, также на этом переулке находятся много офисных зданий, в частности в бывших домах находятся, они в основном многочисленные здания, в основном двух-трехэтажные, такая преимущественная застройка этих переулков, она такая, два-три этажа, много зданий. Также выделяется международный многопрофильный медицинский центр Петровские ворота, под номером четыре зданий, поскольку в 1998 году, в Российской сертификации, под номером шесть, четырехэтажное здание. Вот. Офисное здание, под номером двадцать трехэтажное, в последнее время было общежитие Малого театра, а с 1994 по 2005 год здесь обладался специалист Мерседес Бенц. Ну и также отмечу институт проблем регистрации оценки и налогообложения недвижимости, центр анализа рынков недвижимости, в одном и двадцать семь, строение два, трехэтажное здание. Что касается второго Кулуповского переулка, то, хотя я сказал, по нему движение в середине не перекрыто примерно, вот, для отразделения движения шлагбаумами у зданий, главное управление ВД по городу Москве, то есть сюда могут проезжать только служебные машины, но это специально пропускал. Длина переулка строит примерно 300 метров, вот, ну и как раз здесь, в общем-то, помимо главного, конечно, это главный управление ВД России по городу Москве, несколько зданий. Ну, кроме того, также здесь находятся пять жилых домов, три пятиэтажных дома, вот, под номером два, триста двадцать седьмого года постройки, вот, также под номером девять конца девятнадцатого века, ну, два верхнего этажа были настроены позже, и под номером одиннадцать, в триста двенадцатого года постройки, здесь же находится киностудия Параджана фильм и студия дизайна 9 футов. Также, помимо трех пятиэтажных домов, еще находится трехэтажный дом под номером двенадцать, построенный до триста семнадцатого года, и трехэтажный дом под номером четырнадцать, тоже построенный до триста семнадцатого года. Ну, и еще, также находятся два офисных здания, под номером девять, строение три и четыре, двухэтажное и одноэтажное здание с мансардой соответственно ну что касается линии полу пуску перел к тоннами длину всего 150 метров все маленькие вот эти вот 1 и 2 полу пуске переулки вот и здесь я находил жилых домов вообще нету вот и здесь находится в основном разные ведомственные строения том числе от начальника главного управления в деппу москве тоже несколько некоторые здания частик экспертный криминалистический центр главного управления воды по городу москве 1 16 ну и другие вот кстати здесь вот в этом за них эксперт коммунистического центра потому что настроение 5 было первоначально владение московскому кубку скорнякову а потом располагались литинская полицейская часть литинская тюрьма просторечия литинская тюрьма мкбд номер два и московский топографический техникум и аэрофотосъемочное училище с 955 года ну и кроме того так здесь находится поликлиника мвд вот по номеру 8 строение 1 2 двухэтажные здания периал лицея высшей школы экономик по номеру 8 корпус 2 бывшая строительская полицейская часть а потом техникум легкой промышленности колледж легкой промышленности офисные здания четырехэтажные по номеру 8 строение 3 и пожарная часть по номеру 8 строение 4 а вот на многие здания которые находятся часть особо в этом переулке мы не это были также относится к соседним улицам проще всего добраться в эти переулки от метро трубная вот или цветной бульвар а пешком через петровский бульвар или цветной бульвар и дальше попадаем на эти полоски беремки и дальше по ним уже от одного на другой перебраться довольно легко но смотреть как мы видим есть очень много старых зданий довольно интересно но естественно для того чтобы находится главным управлением в.д. ну конечно атмосфера здесь несколько такая напряженная ну я думаю это ничего страшного как говорится любители старины это здесь нет угнет такие хорошие цели изучения москвы я думаю для такой цели все будут рады и всем будет хорошо приятных прогулок и до новых встреч на улицах